Привет! Меня зовут Татьяна Бойко. Сегодня я покажу урок по макияжу для круглого лица. И как всегда, начинаю свою работу с коррекции бровей. Продолжение следует... Моделируя круглое лицо, необходимо приблизить его к овальному. Что для этого нужно сделать? Визуально вырисовывая овал, мы должны понимать, что все, что выходит за пределы овала, необходимо затемнять. Тогда мы урезаем эти части. Поэтому свою коррекцию я сейчас буду делать на затемнение и работать жирными средствами. Темный тональный крем я наношу на боковые зоны, продлеваю их на шею. И помните наше правило, что цвет, зашедший за рельеф, из него должен и выйти. Также при моделировании очень важно правило. Затемняя какие-либо зоны, мы их делаем меньше. Естественно, сейчас я затемняю боковые зоны, вырисовывая овал. Категорически запрещено моделировать такое лицо, наносить темный цвет на верхнюю часть и на нижнюю часть. Потому что мы из круга можем сделать маленький круг. А нам нужно вытянуть. То есть тем самым, когда я буду моделировать и направить коррекцию на осветление, я даже буду осветлять эти зоны наивысшую, на нижнюю точку лица. Я все так же моделирую лицо. Только сейчас свою коррекцию я направляю на осветление. И чем больше я осветлю центральную часть лица, тем меньше мне придется темнить. Данным нанесением корректора я моделирую лицо, а также скрываю красноту. То есть выравниваю тон лица. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Помните, что мы осветляем центральную часть, тем самым вырисовывая овал. Осветляем верхнюю и нижнюю точку лица. И не забывайте о том, что цвет, зашедший за рельеф, должен из него и выйти. Поэтому здесь светлый цвет также должен пройти на центральную часть шеи. Здесь темный цвет, прошедший по боковой зоне, должен выйти также на шею. Припудриваю я таким же способом. Светлую пудру наношу в центр лица и тем самым вытягиваю ее, продлеваю вверх и вниз к шее. С темной пудрой также буду работать как и жирными корректорами по боковой зоне и также выходя на шею. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Когда вы будете моделировать такое лицо, смотрите, где у него находятся некие углубления. Вот вы не должны попасть темным цветом вот в такое углубление. Наоборот, все углубления надо будет осветлять. Вот, поэтому не доводим и заканчиваемся где-то вот на этом уровне. Это уже румяна, не пудра. Румяна имеет больший пигмент, поэтому они помогут пудре и урежут боковую зону визуально. Для большей реалистичности, что у нас такое смоделированное лицо, нам необходимо еще раз ставить темные акценты в других зонах. Эта зона будет неподвижного века, причем нижняя его половинка. И боковые зоны носа. Причем сначала я работаю широкими кистями и постепенно буду брать кисти поменьше, по ювелирней. Причем сейчас я затемняю пудрой. Это не тень. Сейчас я моделирую нос. Чем тоньше проведу такую светлую линию по носу, тем тоньше будет нос. В данном случае здесь вот есть такой рельеф, который делает такой нос немножко вдернутым. Ну, чуть-чуть буквально. Мне нужно в него нанести светлый цвет. Помните, что все зоны, которые углублены на лице, мы должны осветлять. Все, что выпуклое, мы должны затемнять. Я осветляю уголочки рта. Осветляю носогубную складочку. Причем попадаю исключительно в центр углубления. Здесь также нужно осветлить вот эту зону, которая создает эффект второго подбородка. Светлая пудра, она вытащит эту зону наружу. Чем активнее я сделаю осветление вот этого вот треугольничка, тем меньше станет лицо. Сейчас я моделирую брови при помощи аквагрима и рисую волоски. Это называется волосковая техника. Сейчас я хочу придать бровям более теплый цвет. Теплый оттенок при помощи скошенной кисти и более теплых теней оранжевых. Чем больше глаза, тем меньше лицо. Поэтому нам необходимо затемнить глаза. И тем самым лицо станет меньше. И нам не нужно будет очень активно моделировать по боковой зоне. КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Моей целью сегодня было смоделировать лицо, сделать такой натуральный макияж глаз и просто сделать активное моделирование. Но так немножко плотность у нас для телевидения, потому что наша звезда спешит на съемки. Поэтому в данном случае плотность телевизионная, но эффект натурального. Красота натуральная. Очень красиво, благодарю. В таком макияже избегайте округлых форм, губ, бровей. Даже прическа должна иметь вертикальные линии. И вы заметили, что я расстегнула пуговичку? Тоже дополнительная вертикальная линия. Субтитры сделал DimaTorzok такое лицо может потеть и жирнится очень важно правильно ухаживать за макияжем поэтому если лицо зажирнилась мы можем промакивать в течение всего всей носки промокнуть подправить и припудрить лицо которое вспотело не при бы не примакивается потому что заберется на салфетку слой тонального крема вот и вы останетесь с дыркой на лице с тем учетом что я сделала такой легкий натуральный макияж вот могу немножко затемнить еще боковые зоны если вдруг сценический свет может съесть просто насыщенность вот в данном случае все хорошо но немножко интенсивнее контрастнее сделаю коррекцию розовый персиковый румянец я сегодня не буду применять так как круглое лицо это не приемлет сегодня в гостях у нас была виктория прекрасная вот и сделали мы для нее макияж подписывайтесь на наш новый канал следите за нашими видео с вами была татьяна бойко